Братья и сестры, очень благодарны пастырям вашим, что пригласили, дали возможность, приютили все к нас с Украины. Мы знаем, что в любом уголке этого земного шара есть наша семья, семья, чей дец является Иисусом Христом, Иисус Христос, мы от одной крови, от одной воды святого, от одного духа рождения, поэтому стоим перед вами, для того, чтобы немного рассказать не о себе, а о нем, потому что мы никто, рабы ничего не значащие, и будем всегда делать то, для чего он нас родил и предназначить. Мы из Украины, из города Днепр, меня зовут Владимир, мою жену Наталья, мы служители, я 14 лет, жена больше 20 лет, Немного хотим, мы знаем, мы понимаем, что ищу введение дает для вас ваш пастыр, который получает от Государства на обновление церкви, а мы хотели бы просто засвидетельствовать только Божий и любви, его милости в нашей жизни. Я родился в Днепре 51 год назад, Моего отца убили, когда мне было 11 лет, Мой старший брат, в 5 лет, сидел под дюрмом, И я всю свою сознательную жизнь, до знакомства с Господом, Жил в криминальном мире. Буду говорить то, что было. В 17 лет я отсидел за бандитизм, В 13-й день я вяжу затвора, В камерах, одиночках, Во время пуча, В 91-м году нас хотели утопить в Белоруссии. Нас кормили раз в трое суток. Знаете, я почему об этом рассказываю, не для того, чтобы рассказывал о криминальной жизни Советского Союза, Просто когда я лежал тогда в ящике, связанной по рукам и ногам, мне было всего лишь 19 лет, И 19-20 где-то, вот так было. И тогда я понял, что, знаете, многие люди рассказывают, что жизнь пролетела перед глазами, А у меня вот тогда нечего было пролетать перед глазами, потому что вся моя жизнь, она состояла из мамы, Которая меня любила, любит, я верю, буду любить, я очень ее люблю. И из криминальных авторитетов, которые я видел в своей жизни, Потому что больше никого в своей жизни практически не принадлежит. Вот в таком мире я тогда жил. И когда нас в 11 часов на следующий день выпустили за этих ящиков, Для меня были на то время самыми авторитетными людьми верующими. Потому что при Советском Союзе, когда я еще сидел тогда в Белоруссии, Сидели верующие и десидел. И вот когда издевались над всеми администрации этой крытой колонии, Единственные люди, которые не проклинали, как мы облагословляли, это были верующие люди. И вот после пуча, после развала Советского Союза, их отпустили. И ровно через месяц эти люди не пропали с поля зрения. Они вернулись к нам, в тюрьму. И когда были открыты кормушки, я увидел знакомые лица. И знаете, что они нам принесли? Они нам принесли маленькие Библии. И они сказали, извините, мы бы пришли раньше, но весь этот месяц мы искали деньги. И искали, где бы мы могли напечатать для вас эти Библии. Я плакал стоял возле этой кормушки. Потому что для меня в жизни авторитетом были другие люди. Воры в законе, блатные, смотрящие. Я думал, что вот это настоящий мир. Но когда я увидел других смиренных людей, я понял, что есть другая жизнь. После того, что прошло очень много времени, пока я... Жил, набивал себе шишки. Ошибался, грешил. Занимался кофе-дилами. Ну вот пришел 2009 год. Знаете, я понял, что моя жизнь равна твою. И я перестал за нее сражаться. Вот говорю вам, как перед Богом. Перестал. Мне на то время было все равно, что случится со мной. Потому что моя жизнь стала мне ненавистна. И я перестал ей дорожить. И вот знаете, когда я дрался со своим лучшим другом, который служил в Афганистане, я не помогал мне, я ему... Я вот... Ко мне подошла женщина, положила на плечо русскую и сказала, пошли в церковь. И вот в 2009 году я пошел в протестантскую церковь, дверь в небо. Я не искал Бога. Я не буду говорить вам, что я вот такой помазанник, который искал, лелеял, встретиться с живым Богом. У нас много православных церквей, и в быту, в миру, я приходил туда, покрестился, с каких-то грабежей приносил батюшкам какие-то деньги и считал себя верующим православным. Я себя где-то успокаивал, что я мог что-то сделать для Бога. Но моя жизнь катилась в пропасть. С каждым годом становилось хуже. И вот когда я пришел в церковь, на то время, из-за того, что я сидел по камерам часто, очень часто, очень много, больше 17 лет, у меня был туберкулез лерки, туберкулез кости, гепатит С. Моя правая нога, из-за того, что она была просринена при побеге, все сосуды были вырваны, и вот нога была в 4 раза больше, я покупал штаны больше на 4 раза. И врачи мне сказали, если не перестанешь вести такой образ жизни, мы ногу тебе как минимум отрежем. Все остальное море там уже будет в твоих руках. И вот я приехал, опоздал на это служение, а было пасхальное служение у нас в ДК Шине. Я встретил свою будущую жену, я увидел ее глаза и понял, что я влюбился, знаете. Но любовь бандита и любовь верующей девушки, это несочетимые вещи. Но я вот как-то посмотрел, мы с ней до 9 вечера разговаривали, она рассказывала, что у меня большой потенциал, я не понимал, о чем она говорит. Но на этом служении, в конце служения, ко мне подошли пастор, наш ебинский пастор Юрий, подошло два служителя, и они помолились за меня. Я произнес молитву покаяния. Знаете, когда утром я проснулся, вот все язвы на моей правой ноге, они были затянули. И моя правая нога, она просто спала. Я встал и сказал маме, мама, ты знаешь, что у меня есть другой Бог, который вот пришел в мою жизнь. Я помылся, пробрился и поехал в церковь. После того, меня брат повез, когда начала болеть моя спина, брат повез меня к мануальчикам. Мануальчики взяли, поломали мне позвоночник, потому что он был в куле в кости третьего, четвертого позвонка. И они выломали мне кости так, что кости разобились, и врезались во все нервы позвоночника, и меня парализовало. И вот 10 месяцев в адских муках и болезнях я лежал парализованный на одной кровати. И знаете, все мои старые друзья, все, кому я помогал, все ради кого жил, в одно мгновение пропали. Появилась в моей жизни моя будущая жена, христианка, которая постоянно приезжала с больниц, от нее пахло не совсем хорошо, потому что пахло лекарствами и людьми, которые страдают в больницах. И она мне с вот такими глазами, горящими, рассказывала, как хорошо служить Богу в больницах. А я смотрю на нее, я не понимал, о чем она говорит. Почас не разбиралась, до какого вы говорите, я понял потом уже, когда я родился свыше. И знаете, все эти 10 месяцев, когда я лежал, Бог, это нужно было для меня. Потому что вот тот камень, который был в моих ногах и в моем сердце, его нужно было просто разбить. Все мои привычки, все мои повадки, весь мой сленг, весь мой образ жизни говорил совсем о другом. Говорил о том, что я не принадлежу к этому миру. Но Бог от него не принадлежит. И вот сделал все. Я лежал с Библии, я смотрел Сиренел, ко мне приходили братья и сестры. Бог постепенно вычищал меня. Меня все меняло на мне, сознание, мой язык. Мой голос. Мое вообще мировоззрение. Знаете, я увидел свет. И я светят светлина. И свет был не в конце фунелях, как свет был вокруг меня. То есть та светлина и свет пришел в меня. И та светлина и грязь, я понял самое главное в жизни. И страшно и важно ты живота. Не важно, что ты делаешь. Не важно, какой правишь. Важно, кто ты. Важно, какой сидишь. Хочу вам подчеркнуть это. Не важно, что ты делаешь. Не важно, какой правишь. Об этом говорил апостол Павел. Что бы я ни делал, продавал дома, служил всем, говорил на всех языках, пророчествовал. Но если я в себе не буду иметь Бога, не буду иметь любовь, это все бесполезно. Все, что мы будем делать, не имея Бога, любви и света внутри, это все будет бесполезно. Знаете, Бог меня поднял. Через 10 месяцев я встал на костыню. Я начал ходить. Он мне дал работу. Я ходил по городу, расклеивал объявления. У меня был железный корсет, два костыля. Я ходил ночью в охрану сторожем в кинотеатре. И днем я приходил и клеил на столбах объявления. И все, что залег в охране. Знаете, я ему говорил, ну ты же мой пап. Сколько же я буду мучиться? Дай мне какой-то теплый офис, чтобы я не мучился вот так вот и сейчас. Потому что каждый шаг был сбой. Он мне говорил, достаточно для тебя благодати моей. И я не понимал этого. Но знаете, он мне дал специально такую работу, которую разрабатывала весь мой позвоночник, все мои кости, все, что во мне происходило плохое, он повернул назад. И я начал ходить. Я начал ходить 15, 20, 30 километров в день. Плюс к этому зарабатывая деньги. И самое главное, он мне говорит, я хочу послать тебя в тюрьму. Можете себе представить? У меня холодный пот. Какие тюрьмы, Господь? Ты только меня вытащил оттуда. Я даже не то, что я запах ненавижу. этого помещения. Пять лет, когда мне было, первые мои игрушки, которые подарил мой брат, это была выкидуха, ну, расческа выкидная. И четкие. Это было моими игрушками. Я ненавидел тюрьмы, я ненавидел все, что связано с ними. Я ходил за на улице, где находятся следственные изоляции. Вы понимаете, это как в анекдоте. Сначала жил напротив дома, а потом напротив тюрьмы. И так всю свою жизнь. И мне снится сон. Я иду по колонии, в которой сидел 10 лет последний. И проповедую Евангелие. Я проснулся и говорю, не от Бога этот сон. Сатана пришел. Проходит два дня, мне снится второй сон. Я стою в этой колонии, в студии, и проповедую Евангелие. Я просыпаюсь в холодном подвиге. Ты не можешь меня заставить. Ты ведь есть любовь. А он мне говорит, я хочу, тебя примут там. Твое свидетельство будет моей славой. И только свидетельство, что ты будешь моим славой. И знаете, я и так же не согласился. Я начал спорить с ним. Я говорю, не от Бога этот сон. Мне же научили харизматик, как говорили. Понимаете? И так как доказывается. Я знал, в принципе, все. О чем говорить, как, где и когда. Как вот доказывается. И мне снится третий сон. Я никогда такого сна в жизни не видел. Он был очень цветной, очень реалистичен. Мы стояли на небесах. И был большой парад. И мы шагуляем парад. Большой, прекрасный. За нашими спинами стояли большие ангелы. И за нас и мы шагуляеми ангелы. И меня столкают в спину и говорят мои братья, иди, тебя зовет Господь. И говорят Эла. Я говорю, зачем? Я говорю, зачем? Он говорит, за то, что ты служил в тюрьмах. За два часа служил в затворе. Господь хочет тебя вознаградить. И два часа прославил Бог. Знаете, я проснулся. И сказал, отец, я вдаюсь. И вот уже больше десяти лет я служу пастором в колонии. Служу к этому пастору в клонии. Я служу капелланом для администрации. Бог доверил мне около ста человек пастора. Бог доверил мне адаптационные центры. Я забираю братья в колонии. В зиму братья от колонии. Забираю в эти дома, квартиры. Бог доверил мне большой бизнес. У меня работают вместе со мной около 350 братьев, которые только вышли с наркотиков, с алкоголя, с плуда, с лагерей, с тюрьм. И знаете, одной большой семьей мы служим друг другу, мы прославляем Господа. Мы настолько счастливы, что когда сатана говорил, ты не достоин жить. Ты самое низшее слое населения. От тебя вытирают ноги. Нам не давали документы. Нас презирал весь мир. Да, мы были достойны. Мы были достойны презрения. Но Бог сказал, зато я люблю. Естественно, мир отвергает вас, потому что вы грешники. Но он сказал, нет интеллигентного грешника. Все согрешили. И лишены славы Божьей. Ты не отличаешься ничем от профессора, который обманывает, или от министра, который ворует. Вы все для меня одинаковы. Но я люблю вас. И я понял, что если я не буду любить, все, что сделал ради меня, он будет недостойным. И я понял, что есть его воля. Служить и прославлять его там, где он был. Я поднял руки, я просто сдался и сказал, да будет твоя воля. Ничего я хочу, а чего ты хочешь. И вот уже много лет служение, которое дал нам Господь, оно растет. Мы прославляем Господа, нас уважаем. Пять лет нас не признавали вообще. Невозной колории. Пять лет, зная мою прошлую жизнь, мне говорили, ты опять что-то придумал новое. Как будто актером. Ты что-то замутил, как будто не то. Ты хочешь использовать людей. Ты хочешь использовать время. Пять лет смиренно, терпя оскорбления. Потому что на то время я уже не мог ответить. оскорбление. Я не мог ответить. Я не мог ответить. Я сейчас делаю с тобой что-то непоправимое. Но я опускал голову и смиренно я шел вперед. Потому что отец держал меня за руку. Знаете, я не скажу, что я добился очень многого во Христе по отношению к Северному. Иисус Христос в отношении к записи Аси старая. Я знаю, что сложно сохранять любовь. Да, запасную любовь. Да, запасную любовь. Сложно хранить святость. Да, запасную святость. В этом мире, особенно, который наполнил материальными благами. С материальными мечтами. Вот всем, чем есть. Все, что цветное. Все, что блескает. Все, что предлагает Сатана. Все, что любят этот мир. Все, что любят этот мир. Не то, чтобы тяжело устоять, но ты все равно соприкасаешься с этими вещами. И все равно понимаешь, что тебе еще далеко ики до совершенства. Ты понимаешь, что если не будет того, кто поддерживает тебя и помогает тебе, ты просто погибешь. Просто что ты загибешь так. Знаете, я настолько в своей жизни натерпелся всего, что войну вот в моей стране я принял не то, чтобы как разумеющийся, но она не сломала меня. Но я переживал за своих родных и близких, за братьев, за свой народ. Потому что это мы на небесах все христиане. А здесь мы есть люди, принадлежащие к разному этносу, к разным землям. И здесь начинается наше царство небесное. На этой земле, благодаря которому мы попадем туда. Потому что без здесь мы не сможем быть там. Мы здесь подтверждаем свое единство с Господом. Мы здесь показываем Богу людям, кто мы есть на самом деле. Мы здесь либо любим, либо ненавидим. Нас здесь либо любят, либо ненавидят. Я иногда не понимаю, за что. Но я понимаю, когда как духовный человек, что есть тот, кто гонит. Дитя порока, дитя греха, Измаил, который всегда преследует свободного. Вы знаете, наша страна, я ни в коем случае не уничижаю другие страны. Но наша страна, я это вижу, не просто физическими глазами в духе. каждый день сотнями и тысячами людей принимают Евангелие. И вот это существо, которое уже осуждено под тимением сатана, просто испугался. Он понял, что Украина опасна для его царства. Потому что в нашей стране началось пробуждение. В нашей стране тысячами, миллионами людей дали свои жизни Христу. Знаете, эти стрелы, божьи люди, разлетелись по всему миру. И я верю, что в мир пришло пробуждение. И вярвам, че в святото непрабуждение. Пришло великое пробуждение. Знаете, тяжело тежко е, когда кто-то умирает, когда някой умирает, очень тяжело переносить боли, страдания, святое. что проживе това страдание Бога. Потому что я знаю, что тот, чье имя записано в книгу Жизни, но знам, че това имя, което записано в книгата Живот, той ще подотариваю. Я переживаю молю Богу о тех людях, которые еще не приняли Христа. И я молю об одном, даже если надо принять кому-то сейчас смерть, чтобы этот человек отдал свою жизнь Христа. Я прошу вас молиться. Потому что мы сильные, мы выдержим. Мы все перенесем, но только вместе с вами. Потому что мы одна семья. Мы один народ. Рожденный от Бога. Вот такое мое маленькое свидетельство. Еще раз хочу повторить. Ничто я делаю. Не това, което правя. А кто он во мне и я в нем. Вот это откровение в моей жизни. Любовь для меня самое главное. Все остальное на второе. Иисус. Иисус. Боже Николай. И получил. Аминь. Аминь. Мир вам, дорогие, драгоценные. Господь мог усмотреть для меня наверное только такого крепкого орешка. когда мы встретились я сказала господи за что? Только мне мог остаться такое вот такое испытание наверное. За что купить? Самое главное что в общем такое испытание. Самое большое я хочу поблагодарить Бога что Он не прошел мимо меня. И что брат во Христе который увидит меня он спешил на работу он не прошел мимо а остановился а остановился и сказал мне о Христе. Знаете я всегда хотела хорошую жизнь и я никогда не думала и не мечтала о том что у меня будет. Начались 90-е годы это моя молодость и с 20 до 30 лет мне пришлось попасть тоже в криминальные круги и знаете я об этом никогда не мечтала и не думала что такое будет и все было хорошо первый год второй третий а потом было уже весьма очень очень тяжело и вот когда я была совершенно в тупике ну я знала что Господь Он всегда давал надежду и я понимала что есть выход вот где-то есть выход я знаете я не знала где найти этот выход но я реально понимала что Он есть вот у нас были зависимости очень сильные и много лет и я не хотела так я не хотела так знаете и когда вот этот вот верующий он не прошел мимо хотя он спешил на работу у меня уже был тупик и он сказал что есть Бог который все изменит в моей жизни вау я просто ну знаете это для меня в тот момент просто на дороге он остановился сошло сила помазания и знаете мне тогда было плохо из-за зависимости и мое состояние оно просто прошло просто естественно знаете я тогда пришла в церковь я обогатилась надеждой что есть Бог я пришла к своей бабуле любимой рассказывала что есть Бог который меня освободит вот и все тогда началось начался мой путь знаете я встретила мужа уже через 7 лет потом я вела реабилитационный центр для нарко-алкозависимых я сама реабилитировалась и там осталась и вышло 7 лет медленнее и 7 лет я вела реабилитационный центр для нарко-алкозависимых и муж 3 года я уже вела он пришел и попал Господу и ко мне вот знаете и конечно были домашние группы начались служения по больницам вот и у нас в Днепре много больниц понятно и мы служим очень во многих больницах я начала служить с 2005 года это первые мои больницы понятно это наркодиспансеры вот потом онкология потом гнойные хирургии потом туберкулезное отделение сколько лет я хожу в ТУП-диспансер и ходила да вот имея близкий контакт ни разу я ничем не заразилась мы ходили в отделение инфицированных разные отделения и у нас сколотилась команда с 2005 года я служу и дальше вот у нас сейчас команда есть и я знала видя по больницам сколько людей попадают в реанимацию и умирают что война идет уже давно война идет давно когда в двухтысячных столько людей позабирало когда в больницах когда в тюрьмах столько молодежи сидит война идет давно и война между светом и тьмой и мы знаем что Бог Он побеждает да и на сегодняшний день мы служим да муж по тюрьмам я по больницам также параллельно в Тибирской школе проводим некоторые уроки у нас конечно домашние группы потому что дальний контакт это одно но когда близкие контакты можешь опекать людей вот и я хочу засвидетельствовать что для меня война началась не 24 а 21 с нами дружили очень 2-3 года очень близко одна парня семья одна мы им помогли очень подняться финансово от зависимости и они украли у нас большую сумму денег это был такой удар так было неприятно огромную сумму денег и это была зарплата других людей часть знаете я тогда молилась и Господь мне сказал отнесись к этому как декорация картина картина спектакль и представь что у тебя не только мир радость неправильность в сердце но ты и территориально за границей ходишь ты ходишь здесь в тот мир а ты ходишь параллельно представь что и внутри и ты тоже находишься абсолютно в другом царстве ты уже в царстве Божьем но здесь на земле представь это говорит Господь что не сойти с ума от тех декораций которые ты увидишь и знаете это все у меня сейчас сердце наверное знаете вот как есть просто сердце а у меня сердце как карта Украины вот и оно вот так вот бьется однажды когда я спешла в спидовое отделение для вичинфицированных вичинфицированных Бог мне показал где его сердце оно под больницей и пьется потому что там очень много выносили просто уже людей и сейчас Господь показал что декорации относись как к декорации ты идешь ты в царстве Божьем и мы проводили с сестрами домашнюю группу я тоже веду домашнюю группу у нас сестры и мы в среду ехали ну уже с домашней группы я говорю с дорогие надо мной светцовые небеса я чувствую просто светцовые небеса давайте молиться я чувствую что у нас дальше что это мелочи были ягодки цветочки ягодки будут впереди мне кажется такие будут декорации вот спасибо что Господь показал что мы уже здесь на земле в царстве Божьем и в четверг муж разбудил и он сказал вставай я сразу ему ответила что война и потом мне сестры пишут вот это декорации начались это все Бог предупредил что мы хранили этот мир радость праведность в Духе Святом и что мы уже территориально в другом просто государстве и знаете я получила слово хочу во вторник я вообще не могла понять что это за слово я в четверг поняла я даже еще в четверг не поняла я поняла через неделю это Езекилия 36 глава то из реки пророчества и скажи так говорит Господь Бог за то именно за то что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись своречиям присудам людей за это горы Израиля вы слушаете слово Господа так говорит Господь Бог горам и холмам лощинам и долинам это 4 стих 36 глава и опустелым развалинам и оставленным городам которые сделались добычей по смеянию прочим окрестным народам знаете я вообще тогда не могла понять что будут опустелые города разваленные во вторник еще я этого не могла понять и тиси на човешкото пророкува към Израилевите планини като речеш с правилами планини слушайте Господом слово и така казва Господи Ихова понеже не приятелят рече против вас окохо и древните височини станаха наши владения затова като пророкуваш речи така казва Господи Ихова понеже ви запустиха и поглухнаха отворя станете владения на другите народи и станахте предмет на говоренето на уст не насли отзыви на дете затова Израилевите планини слушайте слово на Господа Ихова така казва Господь Ихова понеже и на хылму и на платоците и на долините и на запустелите пустите и на пустите городове койду станаха курист и са заприснует на другите народе окохо тях и дальше да из-за экономии времени можете прочитать эту главу кому будет интересно то есть опустелые города и развалины и дальше Господь говорит я поднял руку мою седьмой стих склятваю что народы которые вокруг вас сами понесут срам свой а вы горе израилевы распустите ветви ваши и будете приносить плоды вашему народу моему Израилю ибо они скоро придут а вие израилеви пони не ще изкарате коновете си и ще давате плода си на людетами Израиля защото скоро ще дойдат ибо вот я вам обращусь и вы будете возделываемы и засеиваемы и засеиваемы вас обработваны и засеваним и поселю на вас множество людей и заселя вверху вас много ч и в человек и и населят и населят и запустят места что с оградят и умножу на вас людей и скот и они будут плодиться и размножаться И заселю вас, как было в прежние времена ваши. И буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши. И узнаете, что я Господь. И знаете, я слово получила, когда я еще не знала, что будет все это. И оно так упало в мое сердце, и его перечитывала, перечитывала. И оно такое было большое, и я больше ничего не могла читать, кроме этой главы. И потом начало это все сбываться. Но я жду дальше продолжения, потому что есть оно. Потому что это не конец. Украина не... она будет существовать. И дальше еще будет лучше, чем было у нас. И потому я говорила, я слышала, что многие проповедники у нас в Украине об этом говорят. Вот. А пока, знаете, есть время, мы служим. У меня всегда было понимание теории и практики. И иногда мы разбираны за теории и практики. Они идут параллельно. Мы учимся в библейских школах, учим, преподаем, слушаем проповеди. Ну, сразу же мы применяем. Знаете, сразу же мы применяем. И мы можем применять. Самое главное, это когда мы несем Евангелие. Потому что самое важное, это человек. Правильно? Вот видите церковь. Церковь – это собрание людей. Где-то разрушили стены, а собрание-то осталось. И есть дальше лучшее, что Бог для нас приготовил. И Бог приготовил нечто по-добро за нас. И я скажу, у нас есть время, когда мы можем обновиться, обогатиться надеждой. И как я принимаю, хочу этим поделиться, что для меня это не конец, а начало новой жизни со Христом. Будьте благословлены вы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.